Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как философия религии, поговорим о том, каковы истоки происхождения религии и как религия рассматривает философию. Итак, начиная с истоков человеческой истории, религия является одним из наиболее эффективных средств социализации индивиду. Мы можем сказать, что особая сила религии как средство социализации человека в том, что она делает индивида полноценным членом общества. И это прежде всего вызвано тем, что в религии человек всегда находится в поле зрения Бога. Даже оставаясь один, человек помнит о том, что есть инстанция, способная оценить его поведение, наказать, если он отступает от системы норм, от системы правил, которые поддерживаются в данной религии. Не только поступки, но и, мы можем сказать, мысли, намерения человека, то, что скрыто от окружающих его людей, не является тайной для Божества. И в этом смысле религия подобна совести. Как совесть не оставляет человека ни на одну свободную минуту. И угрызение совести — это то, от чего человеку труднее всего избавиться. Значение религии как одного из важных механизмов упрощения общества долгое время было доминантой, но с формированием капитализма стало память. Капитализм является светским обществом, и он придерживается принципа свободы совести. Социализм, крайние формы социализма, которые увидели в 20 веке, атеистичны по своей сути. Они, можно сказать, являются некими аналогами религии. Поэтому, конечно, они не могут допустить, чтобы религия конкурировала с ними в сфере мировоззрения, в сфере идеологии, там, где характеризуются групповые и формы групповой деятельности, в эмоциональной сфере индивидов и так далее. Как самостоятельная дисциплина, философия религии формируется в эпоху Просвещения. И первым делом философы начинают отстаивать право на самостоятельное суждение о проблемах религии. Дени Декарт говорил следующее. «Два вопроса о Боге и о душе всегда считались мною важнейшими среди тех, которые следует доказывать посредством доводов философии, чем богословия». Спиноза утверждает, что Бог и природа тождественны, и природа для него — это единая, вечная, бесконечная субстанция, это причина самой себя. К слову сказать, Спиноза закладывает основы критически научного прочтения Ветхого Завета. Также существенный вклад вносит в разработку понятия религии Дэвид Юн. И он предлагает понятие естественной религии и противопоставляет ее понятию позитивной или исторической религии. И вот это противопоставление как раз и открывает возможности философского анализа религии как спекулятивной конструкции, а также эмпирического исследования конкретной религии. Выдающиеся роли в становлении философии религии сыграли Кант, Шеермафер и Гегель. Они предложили понимание религии, ориентированное на разные области сознания. Волю — Эммануэл Кант, чувство — Шеермафер и разум — Георг Гегель. Главные черты грядущей эпохи Просвещения по Канту — это повсеместное торжество свободного разума. Мужество и умение пользоваться собственным умом. Религия, не задумываясь, объявляет войну разуму, но она, по мнению Канта, не сможет долго устоять против него. Кант вводит Бога как постулат практического разума, моральное доказательство. Он говорит, что все, что кроме доброго образа жизни человек предполагает делать, чтобы быть угодным Богу, есть только религиозная иллюзия или лжеслужение Богу. Истинная религия — это моральная религия, то есть познание всех наших обязанностей в качестве божественных заповедей. Философия религии зародилась в эпоху, когда философия стремилась критически объяснить религию с позиции рационализма, то есть обосновать общезначенный фундамент культуры. Если вера разъединяет людей по конфессиям, то разум, напротив, общее достояние. В середине XIX века наступает век буржуазного прогресса, торжества позитивизма, а Гюрст Конт и Герберт Спенсер в рамках позитивизма разрабатывают социологический подход, который явился разрушительным для традиционного богословия. На почве эволюционной теории возникают множественные варианты, естественно, научного атеизма. Это агностицизм, это манизм, вульгарный материализм и другое. И появляются новейшие концепции, такие как экзистенциализм и так далее. Истоки религии обычно связывают с мироощущением архаичного человека. Человек испытывает чувство страха перед грозными стихиями природы, и он пытается предотвратить вот это вмешательство при помощи магии, при помощи магических действий. Но человеческое сознание возникает лишь в обществе. И поэтому выяснение происхождения религии предполагает выявление ее надличностных, социально-онтологических форм. Для выживания род, племя должны обладать способностью гармонизировать катастрофическое воздействие природы. То есть очеловечить внешний хаос. Вот именно это противостояние стихийности, социальной упорядоченности и упорядоченности природы составило социально-природную основу для удвоения реальности. То есть для архаичного человека мир разделен на священный и профан. И вот именно это обусловило появление магических действий, которые были необходимы в сверхъестественном мире. Выживание древней общины требует так или иначе согласованного поведения, поведения ее членов. Достичь вот этой согласованности можно при помощи обычаев, традиций, при помощи жесткой системы правил и табу. Когда складывается личное сознание и поведение людей становится более целенаправленным, тогда возрастает регулятивная роль общих предписаний. То есть возникает необходимость в идеалах и ценностях, которые могли бы заделать вот эту бездну в сознании смертного человека, человека, который является собой синтез плоти и духа, времени и вечности. И достичь это можно было лишь путем постулирования иной высшей реальности, нетленных ценностей, идеалов, которые, конечно, превосходят мироощущение конечного индивиду. Так вот, именно эта объективная потребность и лежит в основе возникновения религии. Представление о всемогущем Боге, о вечной душе человека, о загробном воздаянии – это один из способов решения фундаментальной проблемы жизни и смерти, которая, в общем, лежит глубже расхождения атеистов и верующих, а тем более последователей различных религиозных конфессий. Наиболее ранними формами религии были параллельно возникавшие и связанные между собой магия, система ритуальных обрядов, которые призваны воздействовать на сверхъестественные силы, фетишизм, наделяющий сверхъестественными свойствами различные физические предметы, татемизм, вера в сверхъестественную связь человеческого общества с конкретным животным-прародителем, анимизм, представление о духах, как природных людей, явлениях, так и самих людей. Это была эпоха многобожия, поэтеизма или язычества, эпоха господства мифологии, как наиболее древнего способа гармонизации, очеловечивания мирового хаоса. Разложение первобытной общинного строя сопровождается слиянием родов, племен, народы, государства, и в этом сложном пантеоне объединялись и их религии со своими местными богами. Так, например, дело обстоит в Древнем Египте, Вавилоне, Греции, Риме, ну и других рабовладельческих государствах. Многие из таких религий сохранились и сегодня, мы называем их национальными. Это даусизм, это синтоизм, зороастризм, джанизм, ну и большое множество неоязыческих правований. Этот же процесс приводит к появлению теистических религий, предполагающих Бога. Это иудаизм, христианство и ислам. Позже некоторые из них превращаются в наднациональные или мировые религии, такие как буддизм, христианство и ислам. И каждая из мировых религий объединяет людей независимо от их этнической, социальной и политической принадлежности. Более подробно на эту тему мы поговорим с вами на вебинаре, уважаемые студенты. На этом у меня все. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok